Война, глава 3 Так, ну, на ближайший На ближайший остров Опять его штормит Так, вот как остановиться Да, понятно Только так Только через починку Что там, сколько стоит Дровяная веревка Так, вот здесь уже бамбук требуется 61% Так, что мы можем сделать сразу Так, нам места не хватит Плотная трава пусть будет здесь Камень заберем Палка, в принципе, да, мы будем брать Вот эти вот нам призрачные останки Не так важны Бамбук Палки Как-то так Так, камни у нас Да, камни тоже собираем Травы побольше Вот эти, получается, не так надо собирать Не так важно Пальмовые листья Так, какая-то первая еда новая Морская лилия Магический ингредиент Магия это ложь в обличии правды Так, новый ингредиент будем брать Так, здесь у нас что-то Дупло Есть там кто? Никого Так, вот там кокон какой-то Здесь везде кокон Серьезно Плохие Серьезно Еще и такие вот зубами Так, против вас не очень Более Она не меняет Так, все Это что? Нижноцвет Магический ингредиент Именами мудрых магов Называют леса А именами глупых Лесные пожары Так, ладно Интересно, что у вас есть Мясо нет Так, шелковая нить Нити, добытые из шкуры Шелкозуба Мы лжем шелкоп рядом Утверждаю, что вернем то, что забрали у них Так, новый рецепт Глайдер Кошачий шлем Удачи Метка мученика Кошачий шлем Так, и глайдер Летать будем Так, посмотрим, что там за рецепты Так, во-первых Здесь у нас много чего появилось Тяжелая сумка Эта сумка Добавляет ячейки хранения 18 Повышает расход Вносовость при беге Одновременно может Использоваться не больше Не более одной сумки Так, у нас 7 Я бы взял Такой, да Шкура Две шкуры Надо Около Они 4 Окей, сейчас мы Такой, наверное, сделаем Сумка для еды Эта сумка Добавляет ячейки хранения 12 Любая еда, хранящаяся В этой сумке Не будет портиться Значительно дольше Одновременно Может использоваться Не более одной сумки Если есть еда на вечер Значит, можно Строить и планы на будущее Так, ну это можно У нас на этом Ну, будем называть Кораблем На нашем корабле Можно поставить Эту вот вешалку Для сумки Туда уже поставить Эту сумку для еды Ну и сквадировать туда еду Увышает расход Выносливость при беге Ну, конечно, плохо Что поделать Кошачий шлем удачи Этот шлем позволяет Безболезненно Падать на большие расстояния Снижая урон от падения Если невозможно Забрать в кошке грацию Придется позаимствовать Одну из ее жизней Так, шлем Он будет, наверное Вместо этого использоваться Ну, на принципе Он может использоваться Совместно С маской атаки Хотя не факт Пока непонятно Так, маска отражения Да, кстати, надо было Сначала маску сделать вторую Мы тогда одну разобрали Или выкинули Что-то мы с ней сделали Потом этого нацепили Так, и глайдер Находясь в воздухе Нажмите пробел Чтобы использовать глайдер Чтобы убрать глайдер Во время планирования Снова нажмите Проводку на комыши Здесь написано пробел Здесь снова нажмите Проводку на комыши Если море отказывается Помогать Обратись к небу Так, возможно Мы сможем летать Между островами Ура Так, ну надо попробовать И это И сначала В первую очередь Конечно Нам нужна Тяжелая сумка Так Сходим-то Обратно За этим Это можно съесть Отходим За шкуру У нас, кратски, вроде Две штуки было Нет, одна Так, хорошо Кожа Сколько у нас кожи Кожа семь Как приятно Костер у нас, в принципе, есть Надо поставить решетку Так, ну и три шкуры Пускай делаются А, лук из палки О, отлично Так Здесь мы все прочитали Здесь мы все прочитали Лук из палки Грубый лук Изготовлен из палки Истинное оружие Это сам охотник А лук Лишь повинуется Его сноровке Палка И шелковая нить Так, ну если я это Сейчас сделаю Лук Лугового охотника Так, шкура У нас два рога есть Так, если я это Сейчас сделаю Мы сможем Сделать Сумку Ну сумка-то Поважнее Ладно Мы там еще Там много Помните Мы их еще Поубиваем В первую очередь Сумку сделаем Хотя Пока у нас Кожа готовится Мы можем Сделать лук Так Много-много Зелий Так, хорошо Лук Здесь просто Палка Грубый лук Изготовлен из палки Мы можем Вот это сделать Лук Лугового охотника Длинный лук Изготовлен из рогов Лугового охотника Его высокая прочность Натяжение Позволяет поражать Цели издалека Есть звери Которых Надлежит Одолевать В честном бою Других же Убивает Еще до того Как они Осознают угрозу Так Две шкуры Рог Лугового охотника Шкура В любом случае Тоже нужна Так, дальше Зелий Разрушения Временно повышает Урон от стрелкового Оружия Если уж прибегать С жестокостью Пусть она будет Эпичной Потел Кровоигла Глиняной Глиняный горшок Морская лилия Отвар Скорострельности Временно повышает Скорость стрельбы Нетерпеливому Улучнику Всегда будет Не хватать стрел Потел Лист Блинка Глиняный горшок Нижноцвет Стимулирующий Симулятор Существенно повышает Скорость восстановления Выносливости В течении Длительного Промежутка Времени Усталость Приводит К обеспокоенности Так Нижноцвет Глиняный горшок Снадобие Скорохода Повышает Скорость Ходьбы И бега В течении Длительного Промежутка Времени Пешка Обоюду Острое Оружие Нижноцвет Глиняный горшок Морская Лилия Метка Мученика Пока эта метка В инвентаре Она будет Постепенно ломаться Вместо оружия И инструментов Кары Когда запас Прочности метки Иссякнет Она будет уничтожена Хороший полковой Знает Как распорядиться Мучениками Так Призрачные останки Так Шелковая нить Хорошо мы знаем Где добывать Призрачные останки Пока еще нет Ну так Это да Метка Таких Много-много Сделал Да и эти Принцип Тоже хорошие Скорострельности Скорость Восстановления Выносливости Скорость Ходьбы Все нужно Так Здесь у нас Ничего нового Не появилось Здесь тоже Можно еще Бамбуковой сделать Защищающий Корпус лодки Бамбук Тровяная веревка Опять же Здесь проблемы С бамбуком Так Доделывается Только Начало Мы у нас Потух Костер Плотная Трава Так А у нас Нету Плотной Травы Что ли Еще Штук Есть Так Я бы Сейчас Ушел Думал Что Здесь Все Горит Хорошо Это Плох Что Он Так Потух И Даже Не Понятно Как Костер Возвести Костер Не Показано Сколько Он Будет Гореть Надо Следить Именно По Костру Пускай Горит Пока Так Можно Еще С такими Подраться Так Я Прочитал Там В этом Было При Загрузке Типа Помощь Что У нас Вносливость Это Кончается Сверху Слева Так Соберем И Если Она Уходит Туда Уже Полностью Закончилась И мы Дальше Бегаем То есть Тратим Дальше Вносливость Как Раз Так Тогда У нас Наступает Типа Гола То есть Уменьшается Полоска Морская Лилия Так Ищем Тогда Еще Этих Топор Еще Не Сделали Вот 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 Такое Темноящер Так Он Как Раскинул Для Топора Ты Нужен Был Блокус Лу Конец Так Ну Попробуем Понятно Как Ты Действуешь С тобой Будет Проблематично Она Сбивается Прицел С Не Надо С Лук Да Так С И Скорее Сейчас Умор Появляется Нападает Так У меня Не Срабатывает Этот Вот И Что Так У меня Еще Все Очень Прикольно Поиграли Так Я надеюсь Там Кожа У меня Не Снята Так Здесь Нам Это Ничего Не Даст Если Мы Могли Заново Это Выучить Будет Конечно Удобно 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 Я не понимаю Почему я уклонение нажимал При этом ударе И у нас не было удара После уклонения Так Хорошо Кожа Моя Готовится Отлично Так У нас же Это осталось А так С уклонения Я сейчас Пытался Это сделать На нем И как-то Нет Совсем Нет Так По-любовому Нужно С луком К ним Уйти С копьем Как-то Как-то Плохо Так Что Наверное В первую очередь Сейчас Лук Сделаем Так Выучимся Замедляться Может Просто Спрыгивать У нас Юкоринец А нет Есть Тоннистую Страну И спереди У нас Короче Можно Секунду За две Выпрыгивать С нее Оставится Якорь Так Хорошо Боже Кожу Надо забрать Места нет Как обычно Нет 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 Сумку Сумку Делаем В первую очередь Потому что Места Вообще Не хватает Так Так Где наша сумка Тяжелая сумка Расход Расход Внос При беге Ладно Это мы Перетерпим Так Окей Так А то Тогда Надо Что Здесь С ней Сделать Перекс Мне надо Все Забрать Перекинулась Она Отсюда Все Забралась Так Разобрать Тебя Можно Нет Сумку Нельзя Так Хорошо Теперь У нас Много Места Это Отлично Очень Хорошо Еще Вот эти Контейнеры Тоже Были Такие Вместительные Были Вообще Отличные Пока Что Только Девять Предметов Пока Уберем Так Здесь Пока Кожа У нас Делается Костер Еще Горит Надо Опять Этих Убить Нити Получить Копье Ломается Так Нам Нужно Еще Одни Нити Я Уже Вижу Их Можно Достать Так Места У нас Теперь Много Можно Брать Так А вы Сами Нападайте У вас Обязательно Сбивать Надо Так Тут Проблема Так Я Не Попаду Так Копье Ломается Сколько Осталось Так Мышка Очень Плохо Она Быстро Клавиатурой Так Допустим Нам Нас Предупреждает Красная Насколько Нам Это Хватит На Ударов Раз Два Ну Даже Мясо Падает Прекрасно Кусочку Сырвого Мяса Так Два Удара Мы Нанесли Какая Еще Живет Так Там Этот Хватит Теневой О У него ХП Не Увеличилось Не Восстановилось Даже После Нашей Смерти Так Все Проверим Насколько Копье Хватит Этого Мы Не Догоним Хватит Смерти Так, к нему прям не хочется. Так, еще они погибли. Ничего не убивали. Потому что они с ящером дрались. Они все погибшие. У них можно отправить друг на друга. Прикольно. Я не думаю, что они просто от времени умираются. Так, ну попробуем на других так же сделать. Попробуем их вместе стравить. Посмотрим. Так, только не на меня. Так, ну походу он их убивается. Что-то они как-то не дерутся. А, да, вот они нападают на него. Он убивает их. Так, камни закончились. Ну не знаю, с ним воевать как-то мне не очень хочется. Тем более пока идти рядом бегать. Так, может что-то и получится. Так, может что-то и получится. Аккуратно. У нас копье сейчас сломается. У нас копье сейчас сломается. Смысла нет попадать. Так, сколько мы? Четыре по идее удара сделали уже. Копье еще не сломалось. Но скоро. Чем-то она от нас убегает. Чем-то она от нас убегает. Так. Так, вот опять фиксация на цели. Плохо работает. Да, зафиксировать. Я пытаюсь. Так, нож остался. Я надеюсь, ножом тоже можно его ударить. Так, все отлично. Мы его даже убили. Такой сел. Ой, я спать. Посмотрим, что у нас здесь. Челюсть темноящера. Из этих острых зубов получится отличный режущий инструмент. Не стоит принимать жестокость этого чудовища за истинную злобу. Как и ты, оно лишь следовало зову своей природы. Что-то топор сделаем. От кости и шкура темноящера. Эта сброшенная звериная шкура поможет замаскироваться. Облачитесь в плащ тайны и коварства. Но не забудьте вовремя его сбросить. Новый рецепт. Сумка скрытности. Броня маскировки. Костюм маскировки. Кура темноящера. Так, сейчас посмотрим, что это у нас. Так, топор мы в любом случае зовем. Мне кажется, здесь будет даваться нам уже не палки, а древесина какая-то. Ну, либо палки, но не одна. Смотрим. Так, возвращаемся к нашему кораблику. Будем делать лук по-любому. Так, и шкур надо забрать. Так, маленький кусочек, да. Один и второй. Так, а кожи у меня больше нету. Так, надо как-то опять расширять. наше каное лодку. Надо снизу поставить. Наверное, один спереди. Чтобы туда еще что-нибудь воткнуть. Так, смотрим, что у нас появилось. Вот здесь на паузу нельзя поставить, чтобы все это почитать. У нас не тратился. Голод не тратился. Так, сумка для еды, сумка скрытности. Эта сумка добавляет ячейки. Сохранение 12. Врагам становится значительно сложнее увидеть и услышать вас. Одновременно может использоваться не более одной сумки. Если о сокровище никто не знает, его вряд ли украдут. Шкура темная ящера. Нет, это не годится. Пошачий шлем. Костюм маскировки. Пока вы в этом костюме, существам будет сложнее вас увидеть. Суть невидимости в том, чтобы стать тем, кого никто не захочет увидеть. Оковая нить, лист блинка, шкура темная ящера. Так, он пока тоже не совсем то, что хотелось бы. Броня маскировки. Пока вы в этой броне, существам будет сложнее вас увидеть или услышать. Это что ж? А, это у нас костюм. Вести бы как шлем. А это броня. Чтобы стать идеальным охотником, необходимо целиком отбросить свою личность. Не оставлять следов и даже отказаться от имени. Так, ладно. Глайдер. Глайдер пока не знаю, конечно. Хочется. Но посмотрим. Может попозже. В первую очередь нам надо лук сделать. Пытает палка. Так, ну ладно. Тогда нам нужно сделать топор. Оружие, привыкшее уничтожить мир природы. Так, все. Топор у нас есть. Топор создано. Так, это можно вниз. Можно съесть. Так, для лука что нам требуется? Так, ну вот эту сделаем, да. Рук лугового охотника. У нас краски два рога есть. Делаем. Так, теперь стрелы надо будет делать. Лук лугового охотника. Так, на этом мы читали. Так, вот у нас появились теперь. Обычная стрела. Четыре. Грубые стрелы изготовлены из заостренных палок. Четыре штуки. Никогда не натягивайте телу, если не собираешься стрелять. Палка одна. Призрачная стрела. Чары наложенные на эти стрелы наносят дополнительный урон призрачным врагам и способны разбивать кристальные барьеры ненависти. Слишком много охотников потратили лучшие годы жизни в погоне за призраками. Лист блинка. Призрачные останки. Обычная стрела. Так, ну сначала надо палку обычной стрелы наделать. То есть мы так, получается, стрелять-то не сможем. А палок у нас три. Так, мы делаем тогда на все стрелы. Грубые стрелы изготовлены из заостренных палок. Так, окей. Но эти тоже надо будут. А костенные у нас появились. Призрачные надо, потому что по-любому будет какой-нибудь у нас эти призраки. Опять же боссы какие-нибудь будут с этим, с броней, с этим барьерами ненависти. По идее мы этими стрелами не сможем пробить. А призрачные сможем. Так, костенные стрелы. Эти стрелы хрупкие, однако, способны пробивать толстые шкуры. Четыре штуки. Из звериных костей получаются жестокие орудия. Так, лист блинка два из одного. Обычная стрела четыре. Кость, кость. Так, можно делать сразу такие. В принципе, по ингредиентам ничего сложного. Этого у нас, в принципе, в достатке. Так, все, теперь нам нужны палки. Так, это все хорошо. Кожаная прощенная можно теперь уже выкинуть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!